Небесные ворота в Нижний Новгород потухли. Нижегородский аэропорт сегодня остался без света. Там отключилось электричество. Днем больше всего проблем было не с освещением, а с работой составляющих аэропорта. Стоик регистрации, металлоискателей, проверяющие аппаратуры и ленточных транспортеров. Она, по-моему, не едет. Сейчас девушка сумочку поставила, она не поехала и сказали взять. Вот упаковать чемодан мы не можем. Сейчас уже почти посадка, а мы так и не знаем, что делать. Вода открыта нет. Сегодня в 12.25 в аэропорту произошла аварийная ситуация, в связи с чем случился сбой в электроснабжении. Все сейчас службы работают по выяснению ситуации и по устранению причин нарушения в электроснабжении. Наверное, резервный тут есть источник питания. Я думаю, так, это же аэропорт. На случай отключения электроснабжения продумана альтернативная схема обслуживания пассажиров, поэтому проблемных участков мы не наблюдаем. Регистрация пассажиров ведется сейчас в ручном режиме. Проверять багаж будет визуально, отправлять будет, также смотреть билеты и все регистрировать как-то на бумажках. Как-то выключиваться надо, потому что людям надо улетать. В целом нельзя сказать, что мы работаем так, как работаем в обычной ситуации, но работа не затруднена. Все рейсы выполняются по расписанию, что самое главное для пассажиров. Мы надеемся на лучшее. Никаких у нас проблем не будет. Мы едем отдыхать без проблем. Кстати, частично восстановили энергоснабжение уже в половине третьего. Полностью подключить аэропорт к электричеству планируется в эти минуты. А Нижегородский аэропорт активно обсуждают и в соцсетях, благодаря фотографии, сделанной одним из депутатов городской думы. На фото зал прилетов международных рейсов. Прилетевших из-за границы пассажиров встречают мусор и непонятного вида фрукты, не прошедшие фитосанитарный контроль. Под фото тут же поспешил отписаться генеральный директор аэропорта Александр Синельников. Цитирую. Рецидив решенный, как казалось, проблемы с карантинным и таможенными службами. Я думаю, больше это не повторится. Этот случай, естественно, моя ответственность. И это я позволил гадить проверяющим службам в аэропорту. Конец цитаты. Между тем, в нынешнем состоянии аэропорт будет оставаться недолго. По инициативе правительства области будет начата реконструкция. Уже был проведен конкурс на определение инвестора, в котором победил Екатеринбургский аэропорт Кольцова. Программа реконструкции аэропорта рассчитана на 10 лет до 2021 года. Сейчас уже выбран участок для строительства нового терминала.